Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2, мы продолжаем колесить по просторам России и других стран, и сегодня мы на вот этом вот грузовичке МАН будем перевозить, как там у нас называется груз, это экскаватор 10 тонн, мы едем ребята из Новгорода, Великий Новгород, мы едем в Ригу, давайте сейчас посмотрим по карте, как нам проложили маршрут, в общем мы доезжаем до Луги, потом едем через Псков и доезжаем как раз таки до Риги, но не до самой Риги, тут у нас получается небольшое ответвление, но это будет совсем рядом Хотел я доехать до Москвы, но к сожалению не было никаких заказов из Великого Новгорода, поэтому ребята давайте приступать, будем отправляться и собственно посмотрим, как у нас получится доехать этот путь Вы ребята поддержите все это дело лайком, пишите также свои комментарии, спрашивали меня по поводу карт, по поводу того как устанавливать моды, я думаю друзья этой информации великое множество на просторах Ютуба и вы сможете все прекрасно найти сами, никаких я думаю проблем с этим не возникнет Есть спецканалы у ребят, которые специально рассказывают про различные сборки из нескольких карт и как раз таки в прошлой серии мы с вами обсуждали дополнение Иберии И как раз после выхода серии у нас получилось узнать на стриме разработчиков, что Иберия выходит уже 8 апреля Это весьма приятно, так, а куда нам сейчас нужно? Нам нужно сейчас налево, да? Нам главное здесь протиснуться Так, ну здесь вроде машины не ездят, поэтому давайте-ка аккуратненько Хорошо Мы выезжаем с какой-то стройки, как я понимаю Довольно много сегодня машин, хотя казалось бы у нас ночь И по-моему уже, если я не ошибаюсь Да, уже почти час ночи Вот такой вот сегодня поздный рейс у нас Навигатор в автомобиле, конечно, такой совсем маленький Кто-то писал в комментариях, что ночью ездить крипово Но я согласен, в каких-то моментах бывает иногда страшновато, когда ты вот так вот едешь И даже не видишь, кто сзади может выскочить И можешь просто кого-то где-то случайно зацепить Но ночь, соглашусь, стала гораздо такой мрачнее У нас здесь разрешенные 60 Паренёчек вот так вот на обочине встал И мы чуть в нему не выехали в бочину Ночью всегда нужно быть внимательным на дороге Да даже не только ночью И днём, конечно же, здесь вот у нас есть пост ГАИ Который мы проехали без каких-либо проблем И у меня такое чувство, друзья, что мы как раз будем ехать всю ночь Здесь нам где-то нужно будет сейчас повернуть направо Ага, вот Луга, Псков нам как раз туда Ох, вот это было сейчас довольно опасно Мы прям почти протёрлись кабиной Об эту газельку, которая выезжала Если это газелька была, я даже особо не разглядел Так, мы въезжаем в Бор Здесь будет сейчас много таких Это, как я понимаю, маленькие деревеньки, да И, скорее всего, до Пскова мы как раз будем ехать Вот именно по таким посёлкам Луга, Псков Тут, как мы видим, у них и с дорогами есть проблемы Так что сильный, я думаю, гнать не стоит Выезжаем из Бора Здесь уже разрешённые 80 Но я бы, честно скажу, в такую темень Особо не набирал обороты Здесь у нас разрешён обгон Не знаю, не видно отсюда, есть ли кто-то за нами сейчас Можно просто дальник включить Так будет получше видно дорогу Парень на тракторе что-то там спит, что ли Обгон запрещён Нам кто-то сигналит Я сейчас слышал Отчётливо какой-то звук сигнала Может из-за того, что у нас дальник включен Решили ребят посигналить Ну ладно, в принципе, нормально и так, видно Здесь нам нужно сейчас аккуратно Ехать дальше Луга, Псков, как раз-таки дорога туда Мне вот кажется, мы как раз куда-то приехали Посёлок городского типа По всей видимости Ага, сейчас вот на этом кольце Нам нужно повернуть налево В сторону луги Так, нет, мы едем сюда дальше А вот теперь поворачиваем Пока едем прямо В Санкт-Петербург Дорога уходит направо Мы едем дальше Нам всё-таки не в Санкт-Петербург надо Ага, нас Паренёк решил пропустить И здесь тоже, спасибо большое На Псков нам направо Добро пожаловать в лугу Но в лугу, как я понимаю, мы не заезжаем Она вот, скорее всего, туда налево Мы просто Через неё где-то проехали Рядышком Мы должны проехать через Псков Насколько я помню Вот В Псков, скорее всего, мы заедем Я помню в своё время Я в школе, когда учился Мы ездили как раз-таки На Многие экскурсии Псков Нижний Новгород Пушгоры Всё в таком плане Но честно, сейчас уже Даже не припомню Где там что было Да, вот луга Это как раз куда-то вот туда Но мы, ребята, едем Дальше Начинается дождь Ну, сегодня у нас Насыщенная серия, ребята У нас и Ночь У нас и дождь Весьма такой Интересный маршрут Через Различные поселения И в Лилто, слушайте Такой Нормальный Нормальный дождь Просили меня поставить На реалистичный дождь И на Реалистичную физику Моды Но я, честно скажу Пока не знаю Потому что я видел этот Супер Жёсткий дождь Он всё-таки местами Немножко такой С багами Возможно стоит чуть-чуть Подождать Потому что иногда бывает Ну, вот ты смотришь На На окно И он заливает Просто как-то только кусочек Так 30 Ох Нас сразу штрафанули Мы привисели на 16 километров Здесь идёт какой-то ремонт дороги А здесь-то чё? Там уже был знак Там уже был знак Что можно набирать скорость Странно, странно В общем, у нас почти что На 900 евро Штрафанули На этой Мелкой дороге Не очень здорово Сейчас посмотрим Сколько нам осталось ехать У нас ещё 340 Километров Может быть просто Вот эта машина Ехала за нами Поэтому Мы, ребята Попались дважды Скорее всего Именно так и было Вряд ли там были Какие-то камеры У них Так Здесь нам сейчас Нужно будет ехать Прямо Это, кстати говоря Заправка Что у нас там По бензину Давайте-ка Заедем заправиться Заедем Заправиться Там только что-то Прям Столпотворение Автомобилей А все Все что-то Едут на заправку Так А этот парень Ты что Будет ехать Нет? Да Поехал А, ну он тоже Заехал Заправиться Слушайте Такое Оживленное У нас получается Движение Начинаем Заправляться Это все Вроде как За счет Нашего Работодателя Полный бак Есть Поехали Так Нас пропустят Спасибо Ну нет Мы сейчас Тогда на сон Останавливаться Не будем Мы ребята Едем дальше Ну пока Все складывается Неплохо 320 Километров У нас Осталось Не знаю За сколько Мы успеем И проехать Так Что-то Я снова Подразогнался Как-то Здесь вот Штрафуют Я смотрю Вот прямо На этой дороге Не только Мы Ребят Попадаемся Тут вот И тормозят Нужно Кстати говоря Посмотреть По карте Будут ли там Еще у нас Остановки Я имею Ввиду На тех же Заправках Мы сейчас В Псков Езжаем Здесь как-то Машин поменьше Ну уже сколько Там по-моему Наверное Часа два Четыре часа утра Четыре часа утра Ребята Я бы уже хотел Чтобы наступало Утро И Заканчивался Дождь Пасмурную Погоду На самом деле Не очень Здорово Ездить Так А что там У нас Опять А это Поворотники У парня Я думал Опять Может Какая-то Авария Так Псков Туда Дальше Окей Вот как раз таки Мы и въезжаем В Псков Ребята Рига Направо Но Как я понимаю Мы пока Едем Прямо Здесь Опять Пост ДПС Перед нами Снова Машина Посмотрите Сколько Нужно Нужно Ехать Очень Аккуратно Потому Что Мы уже И так Попали Практически На Тысячу Евро И Сейчас Не хотелось Бы Тратиться Еще На Штрафы Все Таки Хотелось Бы Зарабатывать А не Кататься Просто Так По Просторам Этих Карт И Отдавать Деньги За Штрафы Так Вроде 60 Там Разрешен Вот Честно Ман Не особо Вот этот Вот Вариант Не нравится Потому Как Не очень Удобно У него Сделана Панель Навигации Я имею Ввиду И Тот же Навигатор Наш И Сама Приборная Панель Сделана Как-то Тоже Не могу Я отследить Иногда Где У нас Там Включается Круиз Контроль Странно Ригу Писала Направо И вот Только Сейчас Мы Уходим Направо Неужели Где-то Раньше Нельзя Было Повернуть Ну Ладно Будем Ехать Как нам Говорят Так Вот Здесь Кстати Говорят Заправка Да Не У нас Нормально Еще У нас Еще Все Нормально По Нашему Состоянию Я имею Состоянию Сна Так Здесь Нужно Аккуратненько Оп Проскочили И Как я понимаю Псков Сейчас Будет Как раз Таки Заканчиваться По всей Видимости Мы Как раз Пытаемся Сейчас Выехать Из него И Уже Направимся Прямиком В Ригу Пишите В комментариях Ребята Есть ли Кто-то Из Пскова В Великом Новгороде Я видел В комментариях Прошлой серии Довольно Много Ребят У нас Живет А может быть Вы тоже Что это Было Откуда Он взялся Серьезно Не совсем Я понимаю Такое Чувство Что Вот эти Вот Машины Которые Я добавил Для Поездки Иногда Они просто Портуются Вперед Ну и честно Этого Уазика Нигде Не было Нигде Не было И он Такое Чувство Что Просто Появился И уже Второй Раз Такая Тема Очень Очень Странно Тот Парень Который Справа Ехал Он Нас Пропускал А Уазика Я вообще Не видел Хотя Вот Смотришь Другие Машины Вроде Ездят Нормально Так Здесь У нас Снова Кольцо Пока Никого Нет Рулем Выключенные огни Да как выключены Все Включено Ребят Мы сегодня Нахватали Штрафов Просто Просто Тьму Не знаю Заработаем Ли мы Что-то Сколько Нам Кстати Еще Ехать 260 Километров Хоть Здесь На зеленой Проехали Так А я не понимаю Что у нас Как-то Тухленько Так Фары Горят Либо Уже Просто Светать Начинает Эльдорадо Так Просто Жить Лучше Здесь Нам Ребята Нужно Сейчас Будет Поворачивать Налево Парень Ты Серьезно Решил Нас Пропустить А вот Потом Потом Нам Покажут Что Он У нас Резался Ну ладно Я вот Согласен С тем Что Мы С вами Превысили Скорость Когда Там Был Ремонт Дороги Два Раза Я Может Не Успел Затормозить Чуть Раньше Дал Газу Хорошо За те Два Штрафа Я Согласен Но Стек Стек Стекают Грузов Грузов Грузовик Грузовик Направо 50 метров Хорошо Я вас Понял Мы Уходим Здесь Направо Так Тут вообще Скорость 20 Давайте В самый Правый Ряд Заедем Тут Даже Никого Нет Отлично Идет Проверка Документов Ребята У нас Осталось Так 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 У нас Осталось Ага Здесь Не Показывает Счастливого Пути Осталось 220 Километров Да Я вас Понял Так У нас Еще Еще Как я Понимаю Один Да Еще Одна Проверка Документов А А вот В правом Ряду Хоть Кто-то Едет Там Нет Че Они Все Ломятся В одну Справа Никого Нет Ну Окей Как Как Говорится Не Хотите Ребята Как Хотите Ребята 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 Ну Все Ребята Отлично Мы Выехали Осталось Километров 200 Наверное Да Да 220 Ну Как я Вижу По Карте У нас В принципе Ехать Еще Достаточно Но Если Мы Сейчас С ветерком Поедем У нас В принципе Никаких Остановок Быть Не должно Так что Я думаю Мы Сейчас Домчимся Нормально Опять Опять Я забыл Огни Я думаю Если Сейчас Мы Будем Ехать Вот так же С ветерком То Доедем Довольно Быстро Не Будет Уже Никаких Особых Остановок Здесь Разрешенные 90 А Не 60 Как Мы Прелились Всю Дорогу До Этого Ага Вот Только Я Сказал Тут же 70 Ну Сейчас Мы Должны Опять По идее В 90 Ворваться Нет На Подтапливаем Ну Вроде Как Пишет 80 Ну Хотя 80 80 Это Не 70 Довольно Много Грузовиков Едет туда же В ту же Сторону С Абсолютно Разными Деталями Там Вот Я Видел Какие-то Для Тракторов По-моему Были Запчасти Парень Бревна Вез Также Вот Там Через Одного Еле С Цистерной Огромной Так 70 Да Еще главное Так За кустами Стоит Знак Чтобы Я Специально Наверное Притопил И Меня Снова Штрафанули Ну Вот И Солнышко Уф Нифига Себе Вот Это Была Тачка Ну Сейчас Кстати Говоря Посмотрим Сколько Вот Мы Уже В Таком Ритме Проехали Да Почти 100 Километров Почти 100 Километров Здесь Снова Авария Мы Едем Прямо Эти Парни Уходят Направо И тут Посмотрите Какие Машины Да Хорош 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 Погода Едем С Ветер Ком Ну вот уже осталось 110 километров. Так, а тут у нас что? А, тут у нас железная дорога. Мы должны успеть, должны успеть. Нам не надо сейчас здесь никаких поездов. Успели проскочить, ребята, успели проскочить. Сейчас бы мы встали и стояли бы еще ждали. Хрен знает сколько, пока проедет поезд. Пока туда, сюда. Ух, и снова какая машина, а? Богатые ребята, ребята, здесь в Риге. Надо ее на подъездах, так скажем, к Риге. На крутых тачках ездят. Здесь снова какая-то авария. Транспорта вот в этой серии довольно много. Как по нашей полосе, так и по встречке прям куча. Куча едет транспорта, это прикольно. Сколько нам осталось? 80 километров. Давайте пока оставим, думаю, вот так вот. Карту, чтобы особо ее не тыкать туда-сюда. Просто не очень мне нравится навигация в машине в этой, и поэтому оставлю пока так. И полиция тоже на какой-то тачке проехала. Сочный. Нормальные здесь ребята ездят. Так, а вот у нас, кстати говоря, сон приближается, и осталось 55 километров. Я надеюсь, что мы не начнем засыпать, потому что мы ехали всю ночь. Так, что у нас там по... Так, пока не будем, наверное, поворачивать. Сейчас вот здесь разъедемся с этими ребятами. Постараемся, наверное, выскочить вот перед этой фурой сейчас. Перестроиться. Потому что нам нужно будет уходить, скорее всего, чуть дальше направо. Да, вот здесь, на кольце вот этом, нам нужно заехать наверх. Ну все, 35 километров. Здесь уже недалеко. Приятная погода. Вот мне нравится, как погодка разгулялась после дождя. И это действительно все очень сочно выглядит. Спрашивали несколько раз, есть ли какие-то моды на графику. Нет, ребят, это обновление 1.40. И так стала выглядеть игра. Совсем скоро выходит Иберия. Там мы, ребята, с вами сгоняем... В Испанию, в Португалию, в Мадрид, в Барселону, в Порту. В общем, куча классных городов. Интересно, сможем ли мы где-то в Мадриде или в Барселоне увидеть стадионы команд. Может быть, тоже получится увидеть так же, как и Газпром-арену. Так что, если вы новенький, обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, полное уведомление. Можете вступить также в группу ВКонтакте. Там я дублирую выход видосиков. И, собственно, вы никогда не пропустите свеженький выпуск как по ЕТС-2, так и по другим играм. И если любите супергероев, можете заглянуть на мой второй канал Фандом Лига. Ссылочка также есть в описании каждого видео. Там мы проходим различные игры, связанные с Марвел, DC. И собираем модель Железного Человека. Так, ребят, мы на месте. Мы приехали. Откроют ли нам ворота сейчас? Открывают, хорошо. Так. Давайте тогда быстро сдаем груз. Мы парканемся. 15 ХП никому не повредит. Так. Чуть-чуть назад. И все, ребята. Мы доехали. Огромное спасибо вам за просмотр этой серии. Она получилась достаточно интересной. Да, мы немножко на штрафах провафлились. Но, тем не менее, мы получили четвертый уровень. Мы доехали из Великого Новгорода в Ригу. И увидимся с вами в следующей серии. С вами был Локи. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok